Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами поговорим про кислоту вини. Честно говоря, у меня уже снят ролик о том, что такое титруемая кислотность, что такое PH-фактор, для чего они нам нужны, для чего они нам важны, как это все влияет на вкус. Но в последнее время очень много появляется вопросов. Вы пробуете свое еще не до конца сформировавшееся вино, оно только отбродило, либо сняли с мезги и вам оно кажется кислым. И сразу возникают вопросы, что с этим делать, возможно оно испортилось, может чего-то нужно добавить. Именно об этом мы с вами сегодня поговорим. Насколько это нормально и что с этим делать и нужно ли с этим что-то делать. Ну а ролик про кислоты обязательно выйдет, только чуть позже. Итак, давайте сначала разберемся, как мы вообще воспринимаем вкусы. Я много раз об этом говорила, но возможно кто-то смотрит первый раз, поэтому повторяем. Ощущение кислого и сладкого у нас мы воспринимаем за счет соотношения этого самого кислого и сладкого. Даже небольшое количество сахара, если кислоты мало, нам будет казаться большим. И нам будет казаться, что это очень сладко. И наоборот, если, например, сахара будет много и много кислоты, то мы не будем чувствовать этой много кислоты. Нам будет казаться, что вкус гармоничный. Так вот, теперь вспоминаем, что у нас происходит в процессе формирования вина, в процессе брожения. Основная реакция и, в принципе, то, из-за чего виноградный сок превращается в вино, сахар, который есть в виноградном соке, дрожжи перерабатывают в спирт. То есть, в процессе брожения у нас сахар уходит, а кислота остается. И, соответственно, мы начинаем ее ощущать. Первоначально в соке она была замаскирована сахаром. Это нормально. Потом сахар ушел, а кислота осталась. Она никуда не делась. Более того, я вам открою такой секрет. Даже в процессе брожения кислота может немножко уменьшаться. Сразу маленький пример. У меня оставалась последняя партия такого не совсем дозревшего винограда. Год у нас не самый был лучший. Я поставила его на вино, ну и, конечно же, добавила некоторое количество сахара, потому что я понимала, что тот сахар, который изначально есть в ягоде, он слишком маленький. Для того, чтобы дать мне нужное количество спирта, это вино хотя бы немножко хранилось. Так вот, я досыпала сахар, но, напомню, виноград был не совсем дозревший. А когда виноград не совсем дозревший, кислоты там, ну, в принципе, много. И вот даже пробуя это сусло вроде бы с нормальной сахаристостью, я ощущала довольно резкую кислоту. Ну, явно она выпирала. Сусло бродило, бродило, бродило. Немножко побродило, я его пробую. Сахар ушел. Кислота как бы осталась. Но вкус другой, она уже не такая резкая. И даже вот с ушедшим сахаром, это еще не складненькое вино. Да, оно кисленькое. Ну, оно такое нормальное, свежее, кислое. Вот эта кислота, она уже не кусючая, она не выпирает. То есть даже дрожжи в процессе брожения кислоту регулируют. И вообще, смотрите, для чего нам нужна кислота и почему она важна. Вкус вина строится на многих параметрах. Это спиртуозность. Это содержание ароматических веществ. Это содержание различных вяжущих веществ, танинов. Да, и содержание кислот. Вот это все, ну, я сейчас как бы упрощенно вам это рассказываю, но именно комплекс вот этого всего и дает нам вкус вина. Если мы кислоту убираем, наше вино умирает, оно становится безжизненным. Такое вино называют плоским. Оно просто будет невкусным. Совсем. То есть кислота вину нужна обязательно. И тут вы мне скажете, хорошо, мы согласны, что кислота вину нужна, но мы пробуем, она слишком резкая. Да, она может быть слишком резкой. И это нормально. Напомню, сахар ушел, кислота осталась. Но на процессе брожения, спиртового брожения, формирование вина не заканчивается. Когда спиртовое брожение только закончилось или находится на завершающих стадиях, наше вино, оно еще совсем не складненькое. Вот знаете, как слепой котенок, да, или слепой щенок, он такой вот неуклюжий, он может быть страшненький, такой вот гадкий утенок, можно даже и так назвать. То есть это уже что-то, но оно все такое несформированное, такое вот нескладное. Вину нужно время. После спиртового брожения у нас еще есть брожение яблочно-молочное. Иногда оно может протекать совместно со спиртовым, но чаще начинается после него. Что происходит в этот момент? Резкая яблочная кислота превращается в мягкую молочную. И вкус вина очень сильно смягчается. Это раз. Дальше, когда у нас вино стоит долго, происходят еще химические превращения и винная кислота. Связываясь с калием и кальцием, начинают попадать в осадок. Это то, что мы называем винным камнем. Соответственно, у нас одна кислота, которая отвечает за вкус, уменьшается. И вторая кислота, которая тоже отвечает за вкус, уменьшается. И вино становится более гармоничным, более складным. Ему просто надо время. Именно поэтому мы не спешим. Процесс виноделия – это длительный процесс, который требует выдержки. В первую очередь, выдержки винодела. Конечно, вы можете пробовать ваше вино в процессе. Но наличие кислоты пусть вас не пугает. Да, она может быть резкая. Да, она может быть жгучая. И это зависит от того, какой изначально виноград вы использовали. В какой стадии зрелости вы его сняли. То есть много факторов, которые на это влияют. Но вино – такая чудесная саморегулирующаяся система. И со временем там все приходит в баланс. Наша задача – не мешать. То есть не надо засыпать. Например, почувствовали кислоту? Сразу первых два действия, которые спрашиваются. Надо насыпать сахар. И что? Если дрожжи еще способны его съесть, они его просто съедят. И вы получите больше спирта. А кислота как была, так и останется. То есть сахар с вашей кислотой не сделает абсолютно ничего. Вторая идея, которая часто возникает – надо разбавить водой. Ни в коем случае не разбавляйте водой. Вы разбавляете все. Да, кислоту вы разбавите. Но при этом вы разбавите всю вкусоароматику. Все то, что вам дала природа. Вы это разбавили и что? Ну, получили условно компотик. То есть не надо ничего делать. Дайте вину время. Наберитесь терпения. Оставьте его в покое. И вообще подходите к нему как можно реже, чтобы вам ручки не чесали сделать что-то. Природа сделает свое дело. Но что вас должно насторожить в плане кислот? Может насторожить уксусная кислота? Ну, там все понятно. То есть мы чувствуем запах уксуса. Вот это да, может насторожить. Значит, что-то пошло не так. Если мы просто ощущаем кислый вкус, даже жгучий, это нормально на вот этих первых стадиях, когда вино либо еще в процессе брожения, либо только отбродило. Если вы его попробовали в процессе, бродит, бродит, все, больше его не трогаем. Ждем окончания. Если оно уже отбродило, спиртовое брожение закончилось, мы четко это видим. В таком случае мы снимаем его с осадка, наливаем емкость до верха. Желательно поставить гидрозатвор, потому что яблочно-молочное брожение идет с выделением углекислого газа и оставить это вино при температуре приблизительно 20 градусов. Вот не надо его убирать в подвал, потому что как раз-таки частая ошибка. Яблочно-молочное брожение, оно любит температуру вот такую тепленькую, приблизительно 20. Если мы его относим в прохладу, оно тоже может быть, но оно будет идти очень долго, очень медленно, либо может начаться потом ближе к весне. Поэтому оставляем в оптимальных для него температурах. Насколько по времени оставлять, тут сказать сложно, потому что яблочно-молочное брожение может идти с разной скоростью, иногда оно может растягиваться на несколько месяцев. Но это не тема нашего сегодняшнего видео. Кому интересно подробности про яблочно-молочное брожение, ссылку на видео я оставляю. Самое главное, что я хотела вам сказать сегодня, что кислый вкус молодого вина – это не повод для беспокойства. Так и должно быть. Делать с этим ничего не нужно, нужно только набраться терпения и ждать, когда ваше вино из гадкого утенка превратится в прекрасного лебедя. А оно обязательно в него превратится. Кислота смягчится, вино станет мягким и приятным. Но я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео нажав кнопку «Еще». Ссылка на другие полезные видео. Ссылка на каталог наших сортов винограды и мои контакты. И до новых встреч!